Ну, если схему этой кварцевой жилы сделать, то это будет примерно так выглядеть. Так, ну это у нас поверхность земли. Так, здесь у нас травка зеленеет, солнышко блестит, ясно, да? Деревья какие-то, кое-какие стоят, ну вот, звонит. А здесь где-то идет, нет, сделаем ее, сделаем ее черным цветом. Черным, черным. А здесь вот идет, ну не так, вот так как-то, ну вот. Жилеха эта, кварцевая, ну пусть так. То есть здесь у нас кварц идет, кварц-кварц, жирный кварц. Ну вот он как-то идет, значит, много идет. Вот. А здесь начинаются уже кристаллы попадать. То есть вот это, если мы, скажем, вот это вот место, так называемый свод, вот это вот свод, то кристаллы здесь сидят, как правило, но не обязательно сверху вниз. Сейчас, ну вот так вот примерно. Так, так, пусть это будут кристаллы. Сейчас у них, вот толщина. Вот, вот так кристаллы сидят, так, по-разному. Хотя не факт. Вот, а вся жила находится, ну, в гнессе. Вот. Это уже совсем не то. Жилу обнаружили. И начинаете работать. Если она у нас падает, вот видите как, вот, сверху вниз, налево она падает, то можно забиваться вот отсюда, отсюда забиваться, копать. То есть это дело в косы, чтобы потом к келевой части пробраться. Можно разбирать её. Если смотреть на хрустальную горку, то случилось так, что я копал вот здесь вот, а потом зашёл вот сюда. попал на блок килограммов триста. Вытащить не мог, пришлось располовинивать. Часть кристаллов неудачно, конечно, побились. Да, а что здесь? А здесь у нас, ну, тут тоже кварц бывает, бывает песок. Ну, в общем, ничего интересного. Если вы взяли большой занор, то... Хорошо. Хотя, кристаллы попадают и в маленьких миоролках, вот здесь, например. Здесь, если у нас, допустим, большой занор попал. Вот здесь где-то. Здесь вот маленький будет. Ещё где-то появится в самой жиле. Так, ну, это нам не надо. Сама жила у нас вот такая. Вот. Так что, дерзайте. И дача будет с вами. Вот, если смотреть жилы и хрустальные, то все, которые попадали, в основном, вот эти кристаллы, хрустали, они прикреплялись к своду. То есть, вот, головками они были все вниз. За редким, конечно, исключением, были и слева, и справа. А один раз даже вот, на хрустальные горки попали совсем по-интересному. Тогда тогда вот с этой стороны кристаллы висели. Там было много. Килограмм 300, наверное. Такое друзище было. Я с этой стороны вот закопался. Вот сюда вот, значит, зашёл. И пока вот эти вот кристаллы верхние обрабатывал, чтобы они, во-первых, не свалились, не поломались, ну и чтоб самого не задавило. Вот. Пока ёрзал-ёрзал, значит, получилось так, что снизу я снова попал на кристаллы. И эти кристаллы, правда, они были не такие большие, они были, они были поменьше, они были, но они были интересны тем, что они были вот такие вот, обелисковидные. Ну и всё, я попой поёрзал, оказывается. Думаю, что это кулит тут. И вот такую большую друзу тоже с такими обелисковидными кристаллами вытащил снизу. То есть, не факт, конечно, что все они, кристаллы там, горного хрусталя или цитрина с головками вниз направлены и есть, и которые и сбоку, и снизу. Так что, это всё зависит от жилы. Чем толще жилы, тем больше кристаллов. Жила маленькая, не такая мощная, как вот Кобьгема там. Сейчас я покажу её. Сначала, конечно, нужно найти кварцевую жилу. Вот видите, вот такой жильный кварц. Вот такой вот. С такими проблесками. А это вот здесь вот уже справа гнезд. Здесь уже жила кончается. Вот это с хрустальной горки экземпляр. Вот так вот он. Вот так вот она висела. Сверху были кристаллы, как правило. Ну, конечно. Ну, как найти? Надо найти сначала жилу. А как найти? Ну, может быть, осколки кристаллов кварца. Где-то валяется жильный кварц. Вот видите, вот какой кристалл окатанный. Много в земле двигался. Вот тоже был кристалл. Видите, как какой окатанный стал. Вот осколки. Нашли осколок какой-нибудь. Видели жильный кварц, прощупали, нашли жилу. И давайте работайте. Если не просто жильный кварц идёт, а вот начинается вот с такими вот штуками, уже начинают просматриваться кристаллы, которые в кучке рядом в перемешку, вы на правильном пути. Ух ты! И счастье уже недалеко. Вот тоже горный хрусталь окатанный. Всякие могут быть кристаллы. Видите, на одном тоже наростке. Это с зернова. В общем, так или иначе нужно искать такую штуку. Кто был на копии гема, где кварцевые щёточки, тот знает, что жилёшка там небольшая, что она сантиметров двадцать, наверное, не больше мощностью. Примерно вот так вот. Вот видите, слева это уже жила нет, гнейз, жила кончается, кварцевая. И справа вот она. Вот синенькая это тоже уже кончается. Вот буквально между ними расстояние. Вот она эта мощность в данном случае. Вот так они расположены. Бывает так вертикально горизонтально это всё от природы зависит. она огородит, так и будет. Правда эти щёточки это в щавелевке поддержаны. они на самом деле не такие красивые. Есть конечно разные ответы. Хорошая щёточка. вертикально эта вертикальция